способов определения социотипа есть минимум несколько вот так да то есть их есть несколько непонятно пока какие очевидно лучше очевидно какие хуже именно поэтому я предпочитаю комплексное типирование то есть раз уж вы досмотрите курс андрея башко то я предлагаю не впадать в крайности там вот только таким методом или только всяким методом типировать я предлагаю комплексный подход такой я его еще называю статистичный поход подход по совокупности каких-то совпадающих факторов типировать вот проблема да такая что есть одна цель у социоников протипировать человека а способы разные и трактовка терминов и понятий разные то есть если мы будем обращаться в книжкам разных социоников мы порой можем не просто удивиться можно вообще обалдеть с того как соционики описывают те же самые функции те же самые дихотомии но повторюсь проблема не самой столько соционики сколько в целом всего мира гуманитарных наук и психологических наук поэтому не удивляйтесь да вот вот такая сфера вот в такую сферу мы попали дальше классика соционики да это ориентация на функции дихотомии и я думаю что это то за что можно держаться очень крепко если мы будем улетать в рейне на психософии и различные подтипы то это немножко но не сама соционика это те пристройки к соционике которые кто-то еще сделал да кроме ауши юнга вот поэтому это не всегда надежно но часто вообще не надежно вот но и тем более эти системы типология не очень разветвленные вот и поэтому когда у нас появляется очень много факторов то мы теряемся это очень просто да это нужно быть очень высокого уровня специалистам чтобы не теряться даже в 16 до социотипах внутри каждого из которых есть 8 функций в определенном порядке выстроены попробуй сначала вот это усвоить и правильно синхронизировать практику с теорией что уж говорить обо всех этих системах которые хотят одновременно до захлобучить туда человека то есть в идеале хочется сразу человека там через все типологии прогнать чтобы дать такой паспорт личности да все как эта инструкция к стиральной машине я за то чтобы мы цеплялись к самым таким более менее проверенным способом и комплексно подходили к вопросу сейчас по ходу я покажу что это означает на практике да то самое важное типировать не по одному признаку смысле о я знаю что все гексли болтливые или там оон там какой-то очень задиры наверно наполеон да вот это означает какой-то один фактор и он зачастую какой-то очень стереотипный я это имел ввиду вот а комплексный подход означает мы не цепляемся за стереотипы или за какие-то единичные проявления человека а смотрим вообще в совокупности он проявляется как кто чаще кто так проявляется пока да давайте начинать с простого потому что тема сегодня очень интересная но сложная и хочется как-то вот от общего к частному если по простому если вообще по простому то нужно для определения социотипа сделать всего три вещи или проследить за тремя вещами первая вещь нужно проследить насколько чаще чисто статистический человек проявляет одну а не другую функцию или дихотомию то есть если он там один раз до проявился как экстраверт или там какой-то интуит возможностей просто поставьте маленький плюсик в этом месте не загоняйте его сразу туда а просто окей один раз был по интуиции возможности или один раз он что-то такое сказал по сенсорике комфорта да и везде да на каждую функцию на каждую дихотомию когда человек что-то проявил такое эдакое выдал ставьте большие маленькие плюсики да но так или иначе это всего лишь одна из пометок то есть даже одну и ту же самую функцию дихотомию лучше проверить не единожды если у вас есть конечно возможность задавать вопросы то есть первый пункт отследить статистически частотность проявления человека по каким-то функциям как вы можете догадаться для того чтобы это было сделано нужно дать человеку свободу выбирать тему разговора или по крайней мере в рамках темы разговора выбирать семантику и направление мысли самому то есть если вы не хотите чтобы ваш социотип примешался к его и повлиял на результат не предлагайте ему не навязывайте ему каких-то терминов ну мы об этом сегодня еще будем говорить не нужно ему навязывать какое-то направление мысли и поэтому большинство вопросов должны быть открытыми второй фактор нужно отследить какую дихотомию и функцию человеку проявлять комфортнее приятнее или менее энергозатратно чем другую следите внимательно как говорит человек на одни темы и как он говорит на другие темы вы сможете просто вот настроив да таким образом свой фильтр восприятие отследить что на какие-то темы человек зажигается даже какой-то до последний интроверт с болевой этикой эмоций начнет разговаривать более активно более активно жестикулировать как-то воспрянет да и начнет отвечать погружаясь в детали это очень важный явный признак того что вы попали в какую-то область либо ценностную либо сильных функций там где у него много семантики в крайнем случае да это может быть связано с какой-то приятной либо очень неприятной ситуации в жизни но тогда вы это тоже поймете да если это связано с локальной ситуации какой-то вы поймете с чем связано оживление человека во время интервью но если мы учитываем что это в общем контексте да он что-то рассказывает не привязываясь какой-то ситуации в целом рассказывая себе вы увидите повторяю что о каких-то сферах он говорит с энтузиазмом погружаясь в мелочи детали и может быть даже специфическую терминологию а какие-то сферы человек опускает оставляет без внимания не погружается в детали используют вместо большого количества синонимов какие-то паттерны вот просто какие-то наборы слов которые повторяются и вы видите что у человека слабая линза восприятия ему там нечем подумать в этой сфере да и он просто повторяет какие-то заученные фразы вот и точно также вы можете увидеть что он устает от каких-то тем от каких-то тем наоборот заряжается вот говорит и прям видно что еще бы говорил вот вот это все нужно выявлять по поводу второго пункта просто хочу вспомнить как это часто бывает чтобы пример привести до что когда-то человеку там что-то энергозатратнее говорить а что-то легко говорить вот к примеру очень многом многим джеком лондоном бальзаком к примеру кому-то еще ну вот 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 эти два персонажа сейчас первыми на ум приходят им очень трудно описывать качество других людей или чувства других людей или если или свои чувства то есть ему к примеру заберешь задаешь вопрос там опиши качество человека который бы тебя идеально дополнял он такой качество и начинают описывать какую-то деятельность начинает описывать я не знаю то что он не любит делать просто да но качество не описывает то есть он не говорит там этот человек должен быть какой-то педантичный скрупулезный или волевой решительный вот этих слов которые сейчас произнес четыре слова последних он не произносит у него просто нет этого арсенала да то есть он просто совпадает ступор качество не знаю качество хотя до этого он мог очень активно рассказывать о чем-то другом о своем отжечь им а делово вот поэтому вот так это и проявляется то есть человек начинает просто тупить он не знает что сказать и выкручивается за счет своих более сильных функций и третий фактор нужно отследить насколько совпадает или расходятся то что человек говорит о себе это как он это говорит дело в том что люди себя не знают это не то что вот я знаю а другие люди не знают но на самом деле никто себя не знает а будучи откровенным кто кто и что я не понятно вот что мы за котята слепые родились на планете земля поэтому честная позиция почти каждого человека да это это незнание это признание своего незнания вот но я далеко ушел на самом деле чисто соционически да если говорить про соционику то все еще проще дело в том что человек сознательно или бессознательно врет рассказывая о себе зачастую слава богу бессознательно минимальный до пример как это бывает в лучшем случае да это просто человек хочет казаться лучше чем он есть но это как бы фигня ну ладно это такое это позволительно это толком даже не собьет вас социотипа потому что хуже он или лучше он все равно остается в рамках социотипа хуже когда человек руководствуется какими-то представлениями об о том как выглядит как выглядят успешные люди современного мира да и он старается быть или рассказывать о себе как о более экстравертном как о более деловом ну в общем то примеряя на себе те идеалы общества которые сейчас царят и тогда начинается враги да и он как бы сам не знает может быть об этом может знает может замечает может нет но он будучи например каким-то абсолютно неуверенным неудавшимся человеком ну в каком-то вообще принятом смысле да каким-то несостоявшимся будет говорить о себе к примеру да это просто пример как-то очень амбициозно да как-то там ну к примеру да следует заметить я очень часто проявляюсь как очень уверенный решительный быстрореагирующий человек вот даже вот это слово быстрореагирующий она не возникает у людей сильной волевой сенсорик вы понимаете что это длинно ты то есть волевые сенсорики так не разговаривают в принципе вот поэтому будьте внимательны к тому как как человек при этом говорит то есть что он говорит и как это две большие разницы которые нужно постоянно отслеживать то есть если этого не отслеживать вы будете слушать какие-то ну сказки вот то есть человек может говорить о себе что-то но важнее слушать как он это говорит я не говорю что что не важно но важнее как то есть как важнее чем что вот на практике вы поймете лучше чем я говорю в принципе эти три момента которые просто таки базовые вот схватившись ровно только за них у нас есть большие шансы нормально пройти первого человека то есть первый да еще раз повторю это отслеживать насколько статистически человек чаще упоминает добровольно ту или иную функцию без наших как бы подсказок второе о чем ему говорить приятнее и комфортнее с погружением в детали и где из него нужно высасывать информацию и третье на это то насколько совпадает что человек говорит с тем как он это говорит вот такие три фактора если по простому да то самое главное это понять сильные слабые функции дихотомии то есть это самые первичные признаки в типирования вторая вещь это уже как другой список да вторая вещь не сбиваться на качество характера человека кое соционика не определяет не сбиваться на физиогномику о типа пухленький как дюма все дюма или там одежду обстановку или случай исключения на самом деле здесь почти каждый пункт нужно проговорить да то есть очень важно не сбиваться на вот такие вещи помня что социотип это не качество характера потом социотип это не до конца физиогномика да там определенно есть какие-то тенденции но нет закономерностей вот поэтому прям вот сильно ориентироваться на физиогномику я не рекомендую люди там целые книжки пишут но но в итоге она как-то так просто не работает хотя тенденции безусловно имеется вот ну в принципе вы можете просто проверить да вот к примеру на моем сайте на странице с описанием каждого социотипа есть фотографии знаменитых людей а также не очень знаменитых те кого типировали мы и можно увидеть что да 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 что то между ними общее есть действительно действительно что-то просматривается но как это правильно выразить словами довольно затруднительно пока что потом не сбиваемся на одежду то есть понятно да есть в интернете много стереотипов разгульных что там бальзаки любят одежду цвета кладбищенской лунной ночи да но если вдруг перед вами сидит тип типичнейший бальзак но в пижамке с рыбками и для вас он теперь уже поэтому не бальзак ну задумайтесь стоит ли одежду настолько воспринимать всерьез или к примеру вы знаете что там есть проблемы с эстетикой у каких-то социотипов а тут вдруг выглядит прилично да ну человеку бывают причины то чтобы одеваться иногда прилично вот то есть не нужно так буквально воспринимать опять же одежду в плане сценического типирования потом обстановка дома да то есть я видел структурных логиков которых порядок я видел структурных логиков у которых бардак конечно же закономерность такая да тенденция такая что у структурных логиков больше порядка но важнее понимать в какой сфере опять же да то есть если у Инфраструктурного логика, абсолютный порядок на компьютере и при этом бардак на самом рабочем столе, это более классическая картина, чем если у него беспорядок в системе, в компьютере где-то и абсолютный порядок в материальном пространстве. Это более характерно, опять же, для волевых сенсориков. Вот такие штуки, поэтому тоже по обстановке не сильно нужно смотреть. Тем более непонятно, какие обстоятельства заставили его сидеть перед вами именно в такой обстановке, здесь и сейчас, и кто делал уборку, и его ли это жилье и прочее, прочее. Вот, и третий момент из этого же второго уже списка моментов. Типирование по ощущениям не работает, пока нету опыта. То есть ощущение соционика, по поводу его типируемого, это не телепатия, это не магия, это не как там, какой-то есть еще термин очень магический, да. Это плод и продукт опыта. То есть правильные ощущения возникают у соционика тогда, когда он уже пропустил через себя там тысячу протипированных, да. И причем, ну вот, и можно было как-то это еще и проверить. Ну, в частности, один из способов проверить, да, это, конечно, тема очень сложная, но один из способов вообще проверить, правильно ли ты кого-то протипировал или нет, это вообще спросить у самого человека, насколько ему комфортно в описании этого социотипа, да, и в тех рекомендациях, которые даются этому социотипу. Вот как-то так. Это один из естественных способов проверки. Понятно, что можно еще какие-то более научные предъявлять, но тогда все гораздо сложнее. Вкратце, надо спрашивать обратную связь. Вот, поэтому повторяю теперь, да, вот эти новые три момента, чтобы, может, кто пишет конспект, осталось, да, что если по-простому, главное понять сильные функции и слабые функции дихотомии, то есть это первичные признаки. Второе, не сбиваемся на качество характера, физиогномику, одежду, обстановку и прочие вторичные признаки. И не ориентируемся на свои ощущения, пока вы не протипируете там хотя бы какую-то тысячу человек. То есть эти ощущения практически, ну, с большей долей вероятности будут ложными. Потом они начинают работать на вас, но пока они наработаются, пройдет определенное время. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА